Здравствуйте! Конь Боджек один из лучших мультсериалов, выпущенных за всю историю мультипликации. Не знаю, насколько согласна с этим общественность, но именно я ничего более глубокого, эмоционального, трогательного и смешного пока не видел. Потому сегодня я считаю долгом досконально разобрать личность Коня Боджека, по крайней мере сделать это настолько объемно, насколько способен мозг 17-летнего подростка, не повидавшего в своей жизни даже десятой части показанного в мультсериале. Полная история настоящего мудака, но в то же время ранимого и печального начинается. Боджек родился и вырос в очень проблемной обстановке. Папа, хочешь познакомлю с воображаемым другом? Воображаемые друзья спиногрызы. Их придумали коммунисты, чтобы подорвать экономику штатов. Займись чем-нибудь полезным или бейся головой об стену, пока не поумнеешь. И нет, с материальной точки зрения у его родителей была напряженность лишь поначалу, ибо Беатрис, мать нашего героя, из очень богатой семьи бизнесменов. Коренная проблема их семьи была в абсолютной ненависти друг к другу. Отец Боджека, кстати, случайный прохожий под именем Мармелад, который в первую ночь с Беатрис, в ночь, что должна была стать для их отношений последней, сумел сделать ей ребеночка. Так и появился наш жеребец, так и поженились его предки. Очевидно, их брак был обречен с самого начала. Они, может, и питали друг к другу какие-то призрачные чувства, но совместная жизнь, воспитание ребенка оказались куда сложнее, чем Беатрис и Конь Мармелад себе представляли. Все эти факторы, постоянные ссоры, проявления ненависти родителей друг к другу повлияли на коня Боджека очень сильно. В наследие ему перешли такие прекрасные черты, как неуверенность в себе, высокомерие, низкая самооценка, нарциссизм, эгоизм и многое другое. Но к тому же он был ребенком неплохим. Смышленым и, как подобает любому, кто в собственных родителях героев точно не видит, их Боджек начинает видеть по телевизору. Самым важным для него конем, в каком-то смысле заменившим ему отца, стал Секретариат, великий чемпион скачек. Однажды Боджеку удалось даже написать письмо своему герою, в котором он описал свое тяжелое моральное состояние. Секретариат дал жеребцу дельный и в то же время вгоняющий в мрак совет, предлагая бесконечно бежать от своей грусти, не борясь с ней, а лишь убегая от неизвестности в еще большую неизвестность. Мать нашего героя Беатрис постоянно внедряла своему сыну мысль о том, что он испортил ей жизнь своим появлением, никогда не принимала свое дитя, не хвалила за достижения, зато умела наказывать за проступки. Вот Джек впервые пьянеет и курит в крайне раннем возрасте, что, конечно, отразилось на его будущих зависимостях. Ну и в таком случае давайте перенесемся немного вперед. В подростковый возраст. Имеем одну показательную сцену насчет данного периода жизни Боджека, а показывает она чуть зажатого и неуверенного в себе паренька, который, конечно же, после милого диалога с знакомой девушкой, заливает в себя алкоголь, лишь бы быть похожим на альфача носорога, недавно назвавшего Боджека чмошником. По итогу в пьяном состоянии наш конь раскрывает свою обаятельность и любовь к сцене, но делает это высмеивая самых уязвимых людей в комнате, тем самым он самоутверждается за счет очень низких поступков. Доводит до слез девочку. На деле Боджек такой же, как и те, над кем он смеялся. По крайней мере, он сам считает себя лохом. А чтобы другие не увидели в нем то же, что он видит в себе, конь закрывается за маской высокомерия, сатирой и личиной нарцисса. Это одна из главных его проблем, идущих за ним всю жизнь. Но тут мы переезжаем в Лос-Анджелес, где Боджек начинает карьеру в стендапе. Очень интересно показано то, что наш конь боится быть непринятым, что ему важно чужое мнение, он просто вечно спрашивает у зрителей, поняли они его шутку или нет. А если не поняли, начинает судорожно свой юмор объяснять. Данную деталь мы будем замечать на протяжении всего сериала. Здесь, кстати, в стендап-клубе Боджек встречает такого же молодого ветреного стендап-комика, как и он, Херба Казаса, состоявшего тогда, как все думали, в отношениях с Шарлоттой, прекрасной ланью. Они становятся новыми хорошими друзьями, объединенными мечтой однажды покорить Голливуд. Наступают лучшие времена для развития личности Боджека. Из зажатого паренька он мог бы превратиться в великого коня. И это, казалось бы, случается. Когда Хербу удается продвинуть свой сериал продюсерам, он не забывает о товарище, приглашая его на главную роль. Помимо Боджека, кстати, в сериале снимались Джоэль, Брэдли и Сара Лин. В нашей истории они еще сыграют свою роль. Их шоу «Ржем с конем» заимело огромный успех на телевидении. Оно поднимает обоих друзей в настоящий шоу-бизнес. Однако наш герой лишь избавился от стимптомов своей болезни под названием «Тотальная тоска», оставаясь таким же несчастным, прибавляя лишь в качестве своего высокомерия. Потому дружба между Казасом и Боджеком ослабевает. Забыл упомянуть, кстати, Херб Гей. Думаю, это не было бы настолько важно в повествовании, если бы это так и осталось секретом для масс и СМИ. Однако же о нетрадиционной ориентации главного автора семейного шоу узнают все, да еще и впоследствии ареста Казаса. Дружок просит нашего коня помочь ему, зная, что его захотят отстранить от работы над сериалом. Боджек должен будет постоять за своего товарища, благодаря которому наш герой и сумел добиться всего, что у него сейчас есть. Но что-то пошло не так. Великолепная женщина-манипулятор из верхушки шоу-бизнеса Анджела Диас отговорила Боджека от защиты Казаса очень хитрым способом. К тому же у нашего героя была заветная мечта – сняться в фильме про секретариата. И как раз в данный промежуток времени такое кино готовилось к разработке. Потому Боджеку нужно было сохранять репутацию и не ввязываться в скандалы, чтобы получить роль. По итогу верный конь предает своего лучшего друга, Херба увольняют. А фильм про великого скакуна-чемпиона все равно в итоге закрывают. Так и заканчивается великолепная дружба двух потерянных комиков. Это стало одним из первых ударов по психике коня. Первым настоящим грузом, повисшим над его душой на ближайшие несколько десятков лет. Кстати, по этому поводу скажу вот что. Боджек – конченая мразь. Да, самовлюбленный нарцисс и эгоист. Однако, имея такие черты характера, он в то же время постоянно испытывает глубинное чувство вины. Тысячи сожалений посещают его голову каждую долю секунды. Это показывает нашего коня как многогранную личность, а еще как многогранно больную личность. Его демоны прошлого преследуют Боджека всю жизнь, а потому переместимся чуть в будущее. Ржом с конем завершился смертью нашего коня в сериале. После этого шоу Боджеку открылись тысячи возможностей и потенциальных проектов, однако все, что ему предлагало агентство, теперь уже успешный и известный конь отвергал. Боджек получил славу и деньги, но, как он считает, так и не снялся в чем-то действительно стоящем. Не показал себя как хорошего актера. Казалось бы, в таком случае следовало бы поскорее взяться за новое шоу или же стать звездой кино. Однако Боджек подсознательно боится, что он на самом деле никакой не актер, что не справится с новой ролью, выданной ему кем-либо. В таком состоянии проходит 11 лет после окончания «Ржом с конем» с 96 по 2007 год, пока, наконец, ассистентка агента Боджека, принцесса Кэролин, не повезет нашего героя к режиссеру нового сериала, предлагающему старому актеру роль насильно. Кстати, кто же такая вообще Кэролин? Как-то раз она случайно попала на вечеринку к коню, которую он даже не устраивал, учитывая, что проходила эта пати в его доме. Но неважно, с тех пор миленькая кошечка была знакома с Боджеком, работала она в агентстве под названием «Искра». Клиентом этого агентства и являлся наш знаменитый конь. Но теперь их взаимодействие вышло на куда более высокий и интимный уровень, потому Кэролин решила, что сможет заставить Боджека, наконец, поработать. Так и получается. Коня привозят к Щекотунчику, отличному сценаристу нескольких крайне успешных и признанных в обществе сериалов. Наши творческие личности быстро находят общий язык. Между ними появляется неосъязаемая искра вдохновения, пока они обсуждали будущее шоу Хомяка под названием «Жизнь Митча». Однако Боджек поначалу бракует, даже настолько понравившийся ему проект. Вернее, не даже, а именно настолько понравившийся. Ведь, как я уже сказал, конь боится не справиться с ролью. В него поселяется страх испортить гениальный сценарий Щекотунчика. К счастью или к сожалению, принцессе Кэролин удается уговорить Боджека сняться в сериале, произнеся поднимающую дух речь. Спустя пару месяцев проходит читка сценария нового шоу перед продюсерами и то, что сделали наши герои, всем понравилось. Слушатели были в восторге, и никто не смог привести ни одного замечания. А значит, это успех. Боджек, наконец, сможет показать себя, как выдающийся актер, а не просто шут из телека. Да, ведь он хотел именно понравиться людям изначально. Однако сейчас его противоречивая личность даст о себе знать. Коню не понравилось, что глупые, по его мнению, продюсеры, так полюбили сценарий Щекотунчика. Ибо они не смыслят ничего в настоящем искусстве, а раз им понравилось творение наших героев, значит, это самое творение очередной второсортной «хороший» сериал. Что сказать? Оказывается, Боджеку нужен шедевр на века. В чем-то другом он сниматься не готов, потому они с Щекотунчиком за ночь переписывают весь сценарий жизни Митча, превращая его в абсолютно противоположный проект, в котором раскрывается настоящий протест против всей индустрии телевидения с элементами метамодернизма. Чтобы понять всю серьезность данного произведения, ради которого они загубили потенциальный шедевр, нужно лишь услышать приветствие главного героя, которое он, внимание, произносит в каждом своем появлении. Пусть он, заходя в комнату, кричит «Привет вам, сучки!» Ну, не прям так. Но на самом деле, в нашей истории это все не так важно, как вечер премьеры сериала наших героев, названного, кстати, «Шоу коня Боджека». Буквально за пару минут до старта шоу актер разговаривает с принцессой Кэролин, которую он при прошлой встрече серьезно оскорбил и обидел. Конь извиняется за свое поведение, а между слов показывает пренебрежение к своей давней работе в «Ржом с конем». Он считает, что этот сериал не то, за что Боджека можно было бы полюбить. Однако Кэролин так не считает. Она открывает глаза коню. Старое «глупое» в кавычках шоу было хорошим и добрым, не лишенным клише детского юмора, но оно было искренним. Нельзя быть хорошим только потому, что ждешь, что какой-то жердяй в красном костюме принесет тебе подарки. Нужно быть хорошим, чтобы просто быть хорошим. Вот и все. Да уж. Боджек не сумел этого понять тогда, не смог и сейчас. Хотя кошку-подружку послушал, согласился с ней, однако было уже поздно. Шоу «Коня Боджека» начинается, а начинается оно с того, что главный герой совершает акт дефекации прямо на лицензионную кассету «Жжом с конем». Как и ожидалось, сериал провалился на самое дно. После выпуска первого сезона шоу «Коня Боджека» закрыли. Щекотунчик впал в депрессию, а Боджек начал топиться в алкоголе и запрещенных веществах, а также нашел утешение в отношениях с принцессой Кэролин. Но кое-что случилось незадолго до закрытия проекта. В один прекрасный день Щекотунчику пришла идея. Их шоу может стать успешным, не хватает лишь настоящей звезды для участия в новых эпизодах. Здесь герои вспоминают о Саре Лин, той самой девочке, снимавшейся в сериале «Ржом с конем» вместе с Боджеком. Наш жеребец был для нее как отец, потому конь приходит к ней с просьбой. Сара – успешная певица, богатая и очень известная мировая звезда. Ее стол завален сценариями разной степени паршивости, множество людей набиваются к ней в друзья. Однако Боджека она приняла очень радушно. Ей вспомнились славные деньки со съемок. Почему-то она решила, что старый друг пришел просто повидаться с ней. По-семейному, без корысти. Боджеку пришлось разрушить ее надежды, предложив роль в своем шоу. Даже он не смог стать для нее настоящим другом, когда все желали отца Рылин лишь забрать частичку ее славы и успеха себе. Среди старающихся получить успех за счет маленькой девочки теперь оказался и наш конь. Но не будем о печали, вернее, перейдем к менее убивающей печали. На дворе 2010-е Боджек расстается с принцессой Кэролин. Конь не может дать ей настоящей семейной жизни, потому что сам застрял в тех годах безберного успеха и безответственной молодости, не развиваясь и топчась на месте, но отнюдь не про беговую дорожку речь, ибо актер разжирел, продолжает убивать свое здоровье алкоголем и наркотиками. Наш герой после своего провального шоу так и не смог найти себе подходящий проект для того, чтобы остаться в голове у людей на долгие годы. Потому проект находит его сам. Боджеку нужно написать книгу, мемуары о собственной жизни. И, конечно, данная цель недостижима для коня, который постоянно закрывается от людей, чтобы они не узнали его настоящего, чтобы не поняли, насколько жалким куском дерьма он себя видит. Потому попытки написать книгу тщетны. Однако Пинки, руководитель издательства, в котором Боджек будет печататься, находит нашему актеру литературного раба, обязующегося сделать всю работу за него. Представляю вам Дайен Нуван. Прекрасную женщину, ярую феминистку, умную, эрудированную, упрямую, однако такую же замкнутую в себе, как и наш любимый конек. А еще именно она когда-то написала биографию бестселлер о секретариате, том самом герое детства Боджека. И теперь у наших любимчиков все идет гладко. Дайен проводит колоссальную работу, по пятам ходя за Боджеком, изучая его глубокую личность. А он и рад получать внимание от приятной и умной девушки. В общем, наши писатели сближаются, становятся настоящими друзьями. Но пока книга разрабатывается, и пока я не забыл, расскажу про одного приколиста. Имя ему Тодд Чавес. Паренек, который однажды случайно попал на вечеринку к Боджеку, да так у него и остался жить. Конь не переносит людей, и его очень бесит его новый дружок, однако он все равно разрешил пожить у себя. Почему? Да, но ты пустил его к себе, потому что добрый, или потому что очень одинок? Чушь какая! Да я мечтаю остаться один! Боджек страшно одинок. И хоть он этого не признает, но ему очень больно из-за этого. А Тодд уязвимый, немного глупый микрочел. Им легко манипулировать и самоутверждаться за счет него, выпускать пар агрессии в его сторону. Однако Чавес понемногу раскрывает свои таланты. У него действительно глубочайшая фантазия и тяга к приключениям. Потому однажды он загорается идеей создать свою рок-оперу, которую представляет своим друзьям, Боджеку, Дайен и ее парню Мистеру Подхвосту, вечно радостному и верному песику. Так вот, наш циник Конь, конечно же, встречает очередную пробелку Тодда не очень радостно, вовсе оскорбляя его оперу. Однако позже писательница Дайен раскрывает причину такого отношения к Чавесу. Боджек боится успеха своего друга, боится, что будь Тодд более самодостаточным, то не стал бы жить у коня и выслушивать его бесконечные нападки. Наш герой до смерти сторонится одиночества, но отрицание этого заставляет его все-таки помочь сожителю с рок-оперой. Так, два гениальных сценариста днями и ночами прорабатывают сюжет для космического приключения. После показывают его во всей красе в исполнении Тодда одному из режиссеров театра Верджилу Ван Клиффу. Старому оленю, внимание, очень понравилась рок-опера наших друзей, потому скоро должен состояться показ перед продюсерами, и здесь начинается самое интересное. Боджек вспоминает, почему изначально не хотел помогать другу с оперой. Тодд сказал ему, что в случае успеха проекта наконец сможет съехать от коня в свой собственный дом. Отныне не докучая ему, актер телевидения впадает в страх. Даже бездомному Чавесу он больше не нужен. Это заставляет Боджека сорвать их рок-оперу. Ночью перед показом герои приходят в магазин за покупками, где Тодд невзначай замечает новую часть своей любимой игры, которая точно должна затянуть его на несколько часов, но он еще должен написать песню для оперы и подготовиться к выступлению, так что сейчас не до игр. Боджек это знал, потому подстроил все так, чтобы юный режиссер все же купил игру и засел в нее на всю ночь. На следующий день Тодд не смог удовлетворить своим выступлением продюсеров, так как был сонный и неподготовленный. Боджек совершил ужаснейший поступок, по сути собственноручно сорвав рок-оперу Тодда. В очередной раз ему придется в одиночку нести огромное чувство вины, которое он давно уже возвел в культ своей личности, будто так и должно быть. Будто конь Боджек обязан вечно спотыкаться о свои же грабли, вечно наказывать и корить себя за свои же поступки. Таким наш герой остается, по крайней мере, сейчас. И вы, я уверен, спрашиваете себя, каким же мрачным делом травмированный алкоголик займется теперь? Дайен Нуван. Прекрасная девушка. Девушка мистера под хвоста, ненавистного Боджеком актера того же времени, что и наш конь, снимавшегося в похожем на ржом с конем сериале в 80-х. Я уже говорил, что литературный раб и наш меланхолик сблизились, но забыл упомянуть то, насколько это было важно для самого Боджека. Он заимел к ней действительно сильный интерес. Она стала той единственной, кто может выслушивать его рассказы, с кем он мог провести приятный диалог. Потому не является странным то, чтобы Боджек влюбился в Дайен. Находясь с мистером под хвостом в одном помещении, он начинал соперничать с ним за внимание его девушки. Соревноваться в богатстве, спорте, карточных играх, как бы это ни звучало абсурдно, идея отнять у под хвоста невесту стала для него важнейшей целью. Я сказал невесту? Ах, да! Дайен скоро должна жениться на своем милом песике, в то время как наш конь всеми силами старается сорвать им свадьбу. Подсылает своего друга Тодда, втереться в доверие к мистеру под хвосту, шпионит за парочкой, однако какой смысл в этом всем? Боджек думает, что может все, что мир упадет к его ногам, стоит ему только вежливо попросить. Однако Дайен сделала свой выбор. Ей приятен наш конь, но помолвлена она с глупым, жизнерадостным псом. Каким бы ни был странноватым тот Чавес, он часто является для Боджека голосом разума. Так случилось и сейчас. После разговора с Тоддом, конь сумел отпустить свою любовь, как бы печально это не было. Упущенное не вернешь. Хотя кое-что из далекого прошлого все же возвращается само. Боджек узнал от Сары Лин, что их старый приятель Херб Казас, да, тот самый режиссер шоу «Ржом с конем» болен раком. Осталось ему жить совсем недолго. Здесь конь понимает, что ту дыру, оставшуюся у него в сердце после предательства лучшего друга, возможно, закрыть уже никогда не получится, если только не удастся увидеться с Казасом, пока он еще жив. Поговорить по душам, может быть, он все простит печальному жеребцу. Так думал конь, подъезжая к огромному особняку в Малибу, но что-то пошло не так. Обычно в таких эпизодах сценаристы давят на жалость к персонажу. Разворачивается долгий разговор, все вспоминают, как было хорошо в те старые времена, и друг друга прощают. Боджека простить не сумели. Поначалу приезд коня сюда казался настолько избитым и предсказуемым, что когда Херб на слова «Прости меня» ответил «Нет, я тебя не прощаю», я выпал из реальности и полностью погрузился в глубины, нарисованной вселенной. Отныне я не мог смотреть на Боджека, как на коня из мультсериала. Я видел в нем настоящего человека, сложную личность, забитую внутренними демонами и сожалениями. Когда старые друзья, один из которых прикован к конфузионной системе и своей кровати, начали комичную драку, не хотелось смеяться. Ведь насколько бы уморительной не была та ситуация в мульте, настолько и ужасающей она была бы в реальной жизни. Конь Боджек не смог получить прощения, он обречен вечно испытывать нескончаемое чувство вины за свой давний поступок. Хоть и жертва здесь далеко не этот богатый разжиревшийся актеришка, но жаль мне становится лишь его. Кстати, о разжиревшемся актеришке. Книга Дайен почти готова. Черновик уже находится в смартфоне у объекта сего творения. Однако жеребец не смог увидеть в собственных мемуарах того, кем себя представлял. Бравого героя, благородного и вольного коня, а разглядел лишь Боджека, неуклюжего, ленивого, саморазрушающегося старика. Гениальная писательница сумела полностью передать всю тонкость личности нашего героя, расписала каждую его особенность, но не являются ли случайно эти особенности лишь недостатками? Боджек ненавидит себя, потому и сразу возненавидел написанное Дайен. С гневом, чуть ли не переходя на оскорбление, заявил, что ее книга никогда не будет напечатана, что он за неделю напишет творение лучше. Очевидно, ничего у него не получается. Боджек напивается и закидывает в себя миллиарды таблеток. В пьяном угаре проводит около суток. После приходит к Дайен просить прощения, дает разрешение на публикацию ее мемуаров, а еще задает, возможно, главный вопрос всей его жизни. Хороший ли я человек? Я знаю, что я ужасен, но в глубине души я же хороший. И он не получает ответы. Кажется, он никогда не поймет, что не полюбит себя, пока сам этого не захочет. Боджек ищет обходные пути в решении своей проблемы. Думает, что став успешным, оставив свой след в мире, написав хорошую книгу, снявшись в шедевральном кино, сможет стать счастливым и закрыть черную дыру в груди. Кажется, мне только что дали роль секретариата. Поздравляю. Это все, о чем я мечтал. Но он борется с симптомами, а не с болезнью. Не бывает хороших или плохих людей. Существуют действия, которые все мы совершаем. Лишь воспринимая себя таким, какой ты есть, можно измениться внутри, стать лучше. Только с осознанием своего морального роста может прийти признание самого себя. Ну что же, книга Коня Боджека за авторством Дайен Нуван опубликована. И была очень хорошо принята людьми. Жизнь никому не нужного актера кардинально изменилась. Теперь его чаще узнают, отныне все знают его как личность. Настало время. Время для воплощения заветной мечты жеребенка. Стать секретариатом. И у Боджека получилось. Он заимел главную роль в фильме о скакуне, начал работу со смелым режиссером-женщиной, которая понимает своего персонажа и, что самое главное, актера, его играющего. Вдруг приходит известие о смерти Херба. Но в свете последних событий это не сильно ударило по Боджеку. Оставило след в его душе кое-что другое. Вернее, кое-кто. Старая общая подруга двух бывших стендап-комиков Шарлотта, олениха, живущая в штате Нью-Мексико. Наш конь встречает ее на похоронах Казаса, где он вдруг вспоминает, что когда-то испытывал к ней некие чувства, но в те времена был занят карьерой и многими другими вещами, которые сейчас кажутся не настолько важными. На данный момент ничего не препятствует им обоим, казалось нашему Боджеку, потому в мыслях о Шарлотте он будет находиться все время, пока идут съемки Секретариата. Кстати, насчет скакуна. Работа над фильмом идет полным ходом. И тут отметим выносящую мозг деталь. Боджек отличный актер. Очень хорошо знает коня, которого ему предстоит играть, потому справится со своей работой на все сто. Однако сейчас он решил пройти курс самолечения. Начал слушать мотивирующий подкаст, избавляясь от вечной тоски, погружаясь в мир, натянутый на лицо улыбки. В таком состоянии он стал сильно похож на мистера подхвоста, жизнерадостного и глуповатого, однако наш верный песик всегда был таким, в то время как Боджек лишь натягивает на себя маску, которая ему не к лицу. Как ты, черт тебя дери! Живу по полной, приятель, живу по полной! Братиш, я тебя поддерживаю, у меня теперь новый подход, я тоже люблю жизнь. Эээ... Даем! Вновь конь ищет свое счастье не там, где следовало бы. И то, насколько неуклюже получается у Боджека радоваться жизни, показывает сцена, в которой секретариат должен с грузом на душе произнести простую незамысловатую фразу. Начали! Эй, секретариат! А ты что здесь делаешь? Но у коня не получается. Эмоции перекрылись, ведь сейчас перед камерой сидит не Боджек, а жалкий подражатель. Лишь тот, кто действительно знает нашего героя, тот, кто знаком с его болезнью не понаслышке, сможет развеять призрачное одеяние жизнерадостности жеребенка. Беатрис, ненавистная мать коня, звонит своему сыну. Она считает, что в их семье априори не может вырасти счастливый ребенок, что Боджек конь, а это неизлечимая болезнь. Как бы я назвал это проклятие. Конечно, она не права. Беатрис лишь возводит свое несчастье в культ. Этому любимая мать научила и свое дитя. Однако, почему-то Боджек ей верит. В глубине души он согласен с ее безнадежной мыслью, поэтому камера, мотор, секретариат вновь появляется на наших экранах. А ты что здесь делаешь? Почему же Коню Боджеку нужно было потерять всю веру в себя, чтобы правильно сыграть великого скакуна в кино? А все потому, что секретариат такой же несчастный жеребец, как и наш герой. В его истории были кучи провалов, да темных историй. Одна из них предстает перед нами в сцене для фильма, показывать которую продюсеры отказались, посчитав, что она затрагивает слишком сложную и волнительную тему. А именно, секретариат, бравый герой, должен был отправиться во Вьетнам, участвовать в страшной войне. Однако, он договорился с президентом, что полетит защищать родину его брат, же фритариат, вместо него. А после пришло известие о смерти ушедшего на фронт коня. Это стало важным событием в жизни скакуна, а также событием очень схожим с тем, что происходит с нашим Боджеком. Потому актер горит желанием сыграть роль убитого героем секретариата в сцене, которую продюсеры забраковали. Он уговаривает Келси Дженнингс, женщину-режиссера фильма о скакуне, снять сцену, где он узнает о смерти брата, несмотря на запрет продюсеров. Смелая и вдохновившаяся этим Келси соглашается. Они пробираются в музей бывшего президента Америки Никсона, чтобы заснять крупный план на лице Боджека, то есть секретариата, который только что узнал о смерти Джеффри Тариата, а вина в случившемся полностью лежит на плечах героя. Секретариат плачет. Но лишь секретариат, не Боджек. Ведь наш конь, как сам говорит, не рыдает на людях. Это очередной способ закрыть себя настоящего, свои эмоции от других. Да, именно так. Потому что, когда сцену все же сняли без слез, актер выходит подышать свежим воздухом, закуривает сигарету и долго плачет. Вновь творческие мечты сталкиваются с реальностью шоу-бизнеса. Продюсеру Тёртл Тобу не понравилось, что Келси Дженнингс не послушала его и они с Боджеком сняли сцену, которую он запретил снимать. Поэтому ее уволили безоговорочно и быстро, а конь узнал об этом лишь на съемочной площадке в самый разгар рабочего дня. Новый режиссер показался главным героем обычным работягой, не старающимся сделать действительно гениальное кино, а желающим лишь выполнить свою работу, да получить за нее побольше денег, без лишних разговоров о творческой ценности сего творения. Конечно, наши новые знакомые не ладят друг с другом. Теперь Боджек разочаровался даже в фильме о секретариате, в своей давней мечте. Однако контракт уже подписан, и чтобы не оказаться в суде, нужно продолжать работу над ненавистным кино. Наш конь отныне и не способен переключиться на новый потенциально интересный смелый проект в Нью-Йоркском театре и не способен уверенно работать над нынешним проектом. Сидит Боджек дома с бутылкой пива вместе с Дайен, которая пришла пожить к нему, избегая встречу с мужем и утопает в самом себе, словно в смоляной яме. Подобный расклад событий очевидно не нравится его новой девушке. Я не стал упоминать их историю знакомства, ведь были детали поважнее. Однако скажу вот что. Боджек в очередной раз влюбился в женщину необычную. Ванда вышла из 30-летней комы, потому совсем не знает многого о нынешнем мире. И так же, как и наш конь, застряла в 80-х-90-х. Поначалу их отношений жеребец всеми силами пытался испортить все своими вечными проблемами и необоснованной ревностью, но в конечном итоге они сошлись. Даже начали жить вместе. Но сейчас, перейдя пик своих чувств друг к другу, наши голубки не сказать, что охладели, просто раскрылись более ясно и полно. Оказалось, старый, нервный и замкнутый в себе актер, жизнь которого сломлена, а эмоции подавлены, не совсем подходит ветреной совунья, последние 30 лет пролежавшей на больничной койке. Но я благодарен этой любовной линии хотя бы за то, что напомнило мне, каким объемным и сильным сборником афоризмов является мультсериал Конь, Боджек. Забавная вещь. Если нацепить розовые очки, красный сигнал от зеленого не отличишь. Сняв свои розовые очки и надев другие, возможно, еще более опьяняющие, по совету Дайен, Конь вспоминает то время, когда был счастлив, а именно веселую молодость. Думает о своей старой подруге Шарлотте, о не случившейся жизни, с которой он сильно жалел. И теперь, когда его ничего не держит в Лос-Анджелесе, он решает отсюда сбежать. Наплевав на контракт, наплевав на фильм о секретариате, сбежать в Нью-Мексико, подальше от ненавистной работы брошенной девушки. Боджек подъезжает к маленькому магазинчику прекрасной лани. Они начинают радушный диалог старых приятелей, которых связывает общее чувство — любовь. Однако в то время, как наш бравый герой влюблен в Шарлотту, у нее уже давно есть как минимум три человека поважнее случайных дружков из Калифорнии. Ну, например... Эта песенка является очень смешной, но если поставить себя на место отчаянного Боджека, она становится крайне печальной. Что сказать? Семейка у Шарлотты действительно идеальная, а с приездом веселого и обаятельного коня на самом деле у них все стало даже лучше. То есть, казалось, наш герой наконец нашел свое место в жизни, потому решил остаться здесь надолго. Детишки полюбили Боджека, в какой-то миг он будто стал настоящим членом их семьи. Все испортил один поначалу прекрасный, но с пожирающей изнутри концовкой вечер. Пенни, дочери Шарлотты, не с кем пойти на выпускной, ведь парень, который ей нравится, отказал девушке в такой чести. А значит, наш старпер приходит на помощь и идет на вечеринку вместе с подростками, а именно с Пенни, также с ее друзьями, Мэдди и Пит Фторитом. Скажу, что начало у этой истории было довольно непринужденным. Боджек, как хороший друг, дал возможность всем оторваться, купил хорошего, крепкого алкоголя. Да, все именно так. Настоящий взрослый конь решил напоить детей, даже не думая о последствиях, о том, что Мэдди самая смелая в нашей компании всего лишь подросток, для которой перебрать с объемом залитого в себя бурбона это проще простого. Однако вечер продолжается, пока все идет довольно неплохо. Хоть и действительно повеселиться на выпускном не удалось, герои устроили праздник сами, запуская в поле шарики со светящимися стержнями, а после исполнив обворожительный танец на вершине водного замка. Но вот музыка заканчивается, сквозь розовые очки начинают проходить цвета различных, не то чтобы радостных настроений. Мэдди слишком много выпила и уже отключилась. Наши герои быстрым ходом помчались в больницу, где Боджек наконец показал себя настоящего. Он взрослый и должен был нести полную ответственность за подростков, которых увел со школьной дискотеки. Но как только эту самую ответственность нужно было принять, конь оставляет Пита и потерявшую сознание Мэдди одних, а сам уезжает вместе с Пенни домой, при этом заставляя афродружка солгать врачам о том, как именно его подруга получила чуть ли не алкогольную кому. Боджек уже довольно стар, но он застрял где-то в 80-х, когда получил славу и богатство. С того момента звездатели шоу делала все, что хотела, не думая об ответственности и моральных принципах. Приехав в Нью-Мексико, конь думал наконец обрести новую жизнь. Жизнь хорошей личности, заботящейся о своих близких, но не успели ему жители Южного Штата стать как родные. Он уже подтолкнул глупую девчонку на распитие алкоголя, оставил детскую травму ее парню, а также совратил дочь своей подруге Оленихи. Да, Пенни решила, что Боджек относится к ней как к личности, потому захотела сблизиться с ним. Хоть конь сначала отверг ее, понимая, что она еще ребенок и не знает, чего желает на самом деле, после печального диалога с Шарлоттой он не стал препятствовать эмоциям девушки. Кстати, насчет того самого диалога. Давняя подруга Боджека действительно умная и верная женщина. Как бы ее не тянуло к обаятельному, проехавшему несколько штатов ради нее богатому и популярному коню, выше всех мимолетных эмоций она ставит семью, в то время как Боджек готов словно разрушить весь мир, лишь бы только стать чуточку счастливее. Однако здесь он своего счастья не находит. Шарлотта случайно слышит странные звуки на яхте и застает свою дочь с конем Боджеком в крайне неудобной позиции. То, с каким гневом и ненавистью она кричала на нашего героя, обещала его убить, стоит ему только подойти к кому-то из ее семьи, было очень сильным моментом. Это заслуженно одна из самых эмоциональных сцен мультсериала. Если ты не уберешься отсюда через полчаса, я вызову полицию. Если я еще раз увижу тебя рядом со своей семьей, я тебя угандошу нахрен! Боджек уезжает из Нью-Мексико домой, где его ждал бы громкий суд по поводу его отсутствия во время съемок секретариата, однако оказалось, что фильм сняли без него, заменив его игру компьютерной графикой. А после продюсерам так понравился цифровой Боджек, что нашего героя заменили во всех сценах фильма. Думаю, авторы мульта, о котором мы сегодня говорим, предприняли такой ход не просто так. Они хотели наглядно показать нам, что конь хоть и исполнил свою заветную мечту, но она никогда не принесет ему счастья, ибо все свои заслуги он будет подавать сомнению, как и делал все время до этого. Мать Боджека Беатрис плотно внедрила в голову дитя мысль о том, что он никчемный и бесталанный, потому каждое его достижение расценивается им самим как везение или случайность. Но не будем об этом. Сейчас куда важнее то, что секретариат понравился всем еще до окончательной премьеры кино. А значит, Боджек будет стремиться к получению номинации на высшую награду киноиндустрии Оскар. Для этого ему предоставили публициста Анну Спанакопиту, хитрую и умную женщину, настоящего профессионала, отдающего себя клиенту полностью, даже если для этого придется стать ему нянькой или любовницей. Отныне коню предстоит пройти сотни кругов ада по пути к возможной номинации. Сейчас ему кажется, что Оскар для него это способ наконец найти счастье. Как и всегда, он ошибается, обманывает себя. Ведь если даже такая важная для всех остальных его коллег вещь не сможет дать ему отдушину, сможет ли это сделать хоть что-то вообще? Может, конь Боджек проклят и не способен быть счастливым в принципе? К сожалению или к счастью, пока этот вопрос остается открытым. Потому что, как бы наши герои не старались заполучить величайшую статуэтку, как бы Анна не сблизилась с Боджеком, в конце наш конь остался один. Публицистка и его пассия ушла, узнав о поражении в борьбе за Оскар, а со своей подругой Дайен он поссорился на фоне сильного эмоционального всплеска. Но нас не так интересует момент, когда у героя все плохо. И так ясно, что теперь он, если не совершит суицид, то будет вновь жалеть себя и ненавидеть одновременно. Однако, что было бы, если бы конь все же получил так желанную им номинацию? Авторов сериала это тоже заинтересовало, потому перед полным крахом Боджеку дали немного насладиться чувством победы. В день церемонии, где оглашали номинантов на Оскар, бестолковый мистер подхвост, а по совместительству ведущий той самой церемонии, потерял список настоящих призеров, а потому составил свой, объявив коня Боджека номинантом. Какова была реакция нашего актера, казалось бы, высокомерного и самовлюбленного коня на данное известие? Как ощущения? Чувствую, я, я чувствую, я, я чувствую себя так же. Да, именно, никакая. На самом деле ему не нужны бесполезные награды, признание общественности, он идет на самообман в надежде почувствовать хоть что-то. Однако, не полюбив себя, не получишь удовольствия от любви общественности. А значит, конь Боджек нуждается в первую очередь в излечении внутренних болезней. Он же пытается сделать это, изменяя только внешние факторы. В общем, когда наш герой узнает о своем провале, а все и так малочисленные настоящие друзья от него отвернулись, не готовы помочь, он обращается к Саре Лин и тяжелым наркотикам. Можно сказать, что в нем проснулись старые чувства, поэтому он и захотел увидеться с подругой, с которой, кстати, в один из прошлых визитов переспал. Однако нет, Боджек просто использует девочку, чтобы отвлечься от насущных проблем и депрессии. Вот наши герои принимают тонны алкоголя и разного вида запрещенные вещества. Здесь посмотрим на то, как же показан пьяный угар коня. Ни для кого не секрет, опьянение затормаживает и притупляет память употребляющего. Потому, периодически, на протяжении всего эпизода веселых приключений с Сарой Лин, наш Боджек будет выпадать из сознания и просыпаться спустя несколько часов или даже дней, которые он проводит как бы на автомате. Но чем же именно он занимался во время пьянки, длившейся аж целый месяц? Первым делом наши герои, пробухав пока всего 30 часов, забежали в клуб анонимных алкоголиков, чтобы Сара Лин, находившаяся, кстати, до появления Боджека в полной завязке, получила жетон за трезвость. И выступавшие на сцене в это время рассказывали разные истории о своих пьянках, не очень впечатляющие, потому наш конь, как главная звезда Голеву, решил поведать свою. О Пенни, о том, как он не сделал то, что могло уничтожить жизнь и ему, и девочке. Поведав эту очень личную для коня историю, он вновь проваливается. А когда приходит в сознание, Сар Лин старается помочь ему отпустить прошлое, используя программу из ее клуба анонимных алкоголиков. Суть ее в том, что извинившись и раскаившись, коню станет куда легче, вне зависимости от получения того же самого объектом извинений. Ну и наши герои отправляются в мир радуги добра и позитива в дом мистера под хвост, чтобы получить прощение от Дайен. Наркоши съедают всю еду из холодильника, устраивают забавное представление с раскаянием и уезжают, по пути случайно сломав писательнице подруги руку. В следующем в списке друзей оказался тот, немного помолодевший с последней встречи с Боджеком. Не забываем также о новой подруге, неудавшегося номинанта на Оскар, Анне Спанакопите, которая объясняет, почему ей пришлось покинуть нашего коня. Она рассказывает историю о своей работе спасателем. Принцесса Кэролин идет следующим номером. Правда, извинения Боджека ей сейчас точно ни к чему. Она отдыхает от тяжелой работы в агентстве, от которой страдала последние несколько десятков лет. Стоп! А что там с Анной-то? Ах да, извините, я немного провалился в повествовании. Спанакопита рассказывает коню историю о том, как она захотела стать спасателем. На первом занятии инструктор поведал ей, что не каждого можно спасти. Иногда девушка будет видеть тонущего бедолагу, которому очень захочет помочь, однако некоторых вытащить из водоема, наполненного их демонами, невозможно. Такие люди лишь будут тянуть себя с собой. В подобной аналогии Анна немного ошиблась. Конь Боджек в рассказанной истории выступает не утопающим, а самим океаном, затягивающим каждого, кто возжелал в нем поплавать. Но если же мы все это поняли, пьяная глава актера не была способна воспринять метафору, значит в ответ и не могли мы услышать ничего, кроме... Ну, а я тут при чем? Отныне провалы в памяти Боджека усиливаются, потому они вместе с Сарой Лин, даже не желая этого, приезжают в Нью-Мексико, чтобы найти Пенни, ту самую девочку, которой конь, как думает, испортил жизнь. В процессе великого шпионажа герои понимают, что у юной студентки все в порядке. Она смогла отпустить прошлое, детская психика способна на многое, в том числе на затягивание сильнейших психологических травм. Однако еще одну такую Боджек бросает ей в копилку, небрежно появляясь перед ней, пьяной и неспособной произнести что-либо внятное. Испортив жизнь девушки во второй раз, актер с Сарой уезжают. Старая подруга замечает в машине у коня героин, названный его именем. Создать такой мощный бренд постарался один из бывших актеров сериала «Жом с конем», но это история из эпизода, который сейчас в раскрытии героя нам не особо поможет. В общем, крайне независимые от вредных привычек звезды Голливу принимают героин, не зная, чего им это будет стоить. Просыпается Боджек уже в богом забытом отеле, признаваясь Саре Лин в любви. По телевизору вовсю вещают премию «Оскар», на которой одну из статуэток присваивают певица, не способной сейчас принять награду. Старая подруга Боджека, увидев своих родителей на сцене, наконец поняла, что хочет домой. Пьянка длиной в целый месяц закончилась на одновременно позитивной и разрушающе печальной ноте. Но перед возвращением домой наши герои забегают в планетарий, что, как ни космос, бескрайний и прекрасный, может помочь Боджеку и Саре Лин собраться с мыслями отдохнуть. Не важно, что мы сделали в прошлом или кем нас запомнят, важно только настоящее. Этот момент, этот удивительный момент, который принадлежит нам. Да, Саралин. Саралин? Саралин. Конь действительно любит свою старую подругу, а она точно находит его человеком достаточно близким для себя. И опять наш герой рушит все, что ему дорого. Неосознанно, но делает это именно он. Саралин навечно засыпает в планетарии, умирая от передоза героином, который дал ей наш всеми обожаемый конь. А сам Боджек в разговоре с полицией утверждает, что даже не был с Сарой во время ее смерти никакого отношения к этому не имеет. Хотя в глубине души винит только себя в случившемся, что звучит вполне логично. Певица была в завязке почти целый год, не употребляя ни наркотики, ни алкоголь, но Боджек, даже зная об этом, использовал ее для утешения своих душевных ран. От осознания своей вины его поселяют еще более сильные переживания. Отныне наш конь единственная причина смерти своей подруги, которая раньше видела в нем настоящего отца. Данная глава в жизни старого актера закрыта. Боджек пытается переосмыслить себя и все вокруг. Звонит одному из игравших в сериале Ржом с конем Итану, предлагает снять продолжение этого шоу, решив, что подобная веселая, простая история нужна миру, нужна самому Боджеку. Однако съемки срываются, как только он осознает, что бегает по кругу. Возвращаясь к тому, от чего пытался сбежать все эти годы. Увидев девочку, игравшую одну из ролей в новом сериале, понимает, история повторяется. Он вновь отравит собой ее надежды и мечты, ведь она говорит, что хочет быть такой, как конь Боджек. Актер уезжает в неизвестном направлении, зажимает педаль газа, отпуская руль. Он погрузился в себя, в смоленую яму, состоявшую из его поступков и травм. Однако не решается на самоубийство. Увидев бегущих лошадей, Боджек вспомнил свои корни, захотел достучаться до призраков прошлого. Потому он приезжает в старый особняк, в котором жила его мать Беатрис, когда была маленькой. Здесь рассказывается ее история на фоне того, как конь реставрирует заброшенный дом. Авторам удалось показать прекрасную драматическую историю, параллельно идущую с муками Боджека. Песня «I will always think of you», которую пела мама Беатрис в дуэте с братом маленькой лошадки, надолго поселилась в моем сердце. Однако долго самоуничижения продолжаться не могли. Вместе с тем, как похорошел фамильный особняк Шугарманов, и наш герой затянул свои душевные раны. Потому он решает снести старый ветхий дом и, наконец, отправиться домой в Калифорнию. Приезд Боджека домой соотносится с появлением новой героини. Она так же, как и Сара Лин, в будущем станет для Боджека очень важна. Потеряет ли он ее? Или же сможет исправиться, сохранить хорошие отношения хотя бы со своей дочерью? Да, вы не ослышались. У нашего наркоши оказывается, есть 17-летняя дочь Шток Роза, которая приезжает к нему в Л.А. чтобы найти собственную маму. Их знакомство получилось немного шатким. Безответственная звезда Голливу не совсем способна взять на себя ребенка из ниоткуда появившегося в ее жизни. Боджек всеми силами старается не ранить Шток Розу, искренне пытается помочь найти ее маму, но попытки оказались тщетны. У коня в лихие 90-е была крайне активная сексуальная жизнь, а значит потенциальных матерей у Шток Розы сейчас целая куча. В итоге, когда они обошли большую часть из них, то потеряли надежду. Однако Боджек привязался к своей дочери, захотел, чтобы она погостила в одиноком коттедже еще немного. Он соврал о существовании еще одной женщины, местонахождение которой он правда не знает, а значит, что Кроза может остаться у коня, пока они ее не найдут. На следующий день наш герой признается в своей лжи и случайно заводит разговор о своей матери. Дочь возжелала познакомиться с Беатрис, находившейся в доме престарелых. Туда наши сыщики и отправляются. Мать Боджека стара и больна. У нее усиленно развивается слабоумие, потому что Кроза настаивает на периодическом ее посещении. Сквозь зубы конь соглашается. Однако выясняется, что Беатрис не узнает своего сына, видя в нем какую-то Генриетту. Имя пока для нас неизвестное. Старой лошади осталось совсем немного жить, потому нашим героям приходится забрать ее домой. Взаимоотношения коня Боджека с мамой показывают, насколько тот ненавидит ее. Даже понимая, что она просто бедная старуха, он не может отпустить прошлое, ибо до сих пор чувствует давление с ее стороны, желание показать себя Беатрис. Он словно возглашает, смотри, это я, твой сын конь Боджек. Я добился многого, а ты состарилась и больше не можешь унижать меня. Но это лишь защита. Защита от оставшегося с детства чувства вины перед матерью, от которого он не сумел избавиться вплоть до данного момента. Ну и, конечно, Боджек действительно ненавидит себя. В каждом своем действии ищет недостатки. Данный момент раскрывает гениальный эпизод, в котором нам предстоит буквально погрузиться во внутренний мир коня, ибо повествование здесь ведется закадровым голосом Боджека, разговаривающего самим собой. Вот он, оказывается, действительный разум нашего героя. Ты тупой кусок говна. Но я знаю, что я кусок говна. Я хотя бы лучше тех кусков говна, которые не знают, что они куски говна. Или хуже. И авторы сериала дают нам понять, у каждого есть подобный внутренний голос, а его громкость варьируется в зависимости от личности. Раскрывается это разговором Боджека и Шток-Розы у бассейна. Девочка тоже чувствует разные мысли о своей никчемности, о том, что ее никто не любит и никому она не нужна. Но при этом, по предположениям, что Крозы, голос, который постоянно ее унижает, в скором времени ведь пройдет. Как только она станет взрослой, все ее проблемы испарятся. Было бы все так просто. Возраст никогда не избавляет от психологических дыр в сознании. Они лишь разрастаются, пока ты не осознаешь их существование и не постараешься от них избавиться. Кардинально изменить представление о мире, стабилизировать свою самооценку. А чем дальше ты идешь с подобными проблемами, тем сложнее будет их ликвидировать. Однако сейчас это не важно, что Кроза в особняке Боджека обзавелась проблемой посерьезнее. Оказалось, что слабоумная старуха Беатрис втайне добавляла великолепные таблетки в кофе девочки, в итоге усиленно накачанная странными веществами, что Кроза в один момент просто упала без сознания. Ее отвезли в больницу, куда приехали все приемные отцы лошадки. Они винили в беде случившейся с их дочкой Боджека, который действительно косвенно имеет отношение к этому. Все-таки он должен был проследить за Шток Розой и, конечно, за своей слабоумной матерью. В итоге, Конь все-таки узнает о реальной причине передозировки девушки, уничтожает в себе последние надежды на исправление Беатрис и отвозит ее в худший дом престарелых, где она проведет свои последние месяцы жизни. В сырости, крахе и одиночестве. Когда Боджек поселяет ее здесь, великая мама ненадолго приходит в сознание и узнает своего сына. Богатая наследница крупной кондитерской компании не понимает, где она находится. Прекрасному сыну приходится импровизировать. Раньше он бы посмеялся над ней, сказал бы что-нибудь ужасное, агрессивное, однако сейчас он постарался поселить ее в мир грез, придумав для нее сказочную жизнь, в которую Беатрис погрузилась хотя бы на миг. Боджек всем сердцем ненавидит свою мать, но в то же время в глубине души любит и понимает. Насчет шток розы. Наш конь оказался ей крайне ужасным отцом. Оно и правильно, ибо он никогда им и не являлся. Настоящим биологическим папой шток розы оказался конь мармелад, отец Боджека, от которого однажды забеременела служанка их дома Генриетта. Именно ее видела в Боджеке Беатрис все это время. Недолго осталось, кстати, до ее похорон. Насколько бы это не было печально. Не стоит забывать, что конь Боджек это в первую очередь актер кино и телевидения. А значит пришло время ему вновь себя проявить. Принцесса Кэролин очень вдохновилась одним проектом, носящим имя ее нерожденного ребенка, потому она всеми силами старалась добиться его воплощения. Филберт это сериал начинающего сценариста и режиссера Флипа Маквикера. Кэролин обратилась к продюсерам с его идеей. Ей удалось уговорить Тёртл Тоба вручуна Черепаху на помощь в создании шоу. Однако он согласился только если роль главной звезды будет играть Конь Боджек. Обратившись к старому актеру ТВ, Кэролин не получила адекватного ответа, ибо Конь был занят самоуничижением и избавлением от умирающей мамы. Также в целом их отношения были напряженными на тот момент. Великолепному менеджеру в свете этого пришлось подписать контракт на съемки в Филберте за Боджека без его согласия, тем самым совершив очень рискованный и необдуманный поступок. На самом деле не свойственный изворотливый принцессе Кэролин. В итоге, к удивлению наш Конь не стал сердиться на своего менеджера, ибо понимал, что Филберт для нее, видимо, действительно важен. Он соглашается на съемки в сериале. Не забываем, дух Боджека пропитан чувством вины ко всем подряд, в том числе и к своей бывшей девушке, агенту, а в то же время и менеджеру. Поэтому он идет на уступки, исполняя просьбу Кэролин. Так начинается новая глава в жизни печального коня. Во время съемок Филберта Боджек встречает Джину, не особо популярную актрису, игравшую его напарницу в шоу. С ней наш сердцеед начинает роман. И они неплохо так друг с другом обживаются, что не скажешь про отношения коня с Флипом, режиссером Филберта. Наш герой большая звезда Голеву, хочет, чтобы на площадке к нему относились подобающе, потому строит из себя великого критика, выставляя сценарий, написанный Флипом, сексистским и глупым, на что режиссер отвечает очень интересно. Он пока не планирует ругаться с главным актером шоу, чтобы не потерять с ним хоть какие-то благоприятные отношения, поэтому предлагает переснять сцену с обнаженной Джиной, которую Боджек назвал сексисткой, однако теперь обнаженным должен будет сниматься сам конь, которому очевидно данная идея не особо понравилась, но отказавшись, он бы показал, что ему на самом деле плевать на сексизм в сериале, что он лишь хотел привлечь к себе внимание различного рода придирками к сценарию, и Флип это как раз понял. В итоге убил двух зайцев и поставив эпатажный кадр с Боджеком и поставив Боджека на место. А наш герой не был бы собой, если бы не противился до последнего представать перед всеми голым. В один момент даже разворачивается мелкая потасовка между главным актером и режиссером, однако, к огромному удивлению, Коню стало не все равно на свои обязанности, подписанный контракт, по которому он обязан выполнять все, что пожелает Флип, потому великолепная и гениальная сцена, где Филберт абсолютно голый крутится на стуле во все 360 градусов, вкручивая лампочку, была все-таки снята. А после, на вечеринке в доме Боджека, наши друзья даже примеряются, отныне напряжение между ними не создастся. И тут в игру входит Дайен. Как мы знаем, она ярая и действительно справедливая феминистка. А так, как новый сериал Коня Боджека обвиняют в сексизме, начало у этой истории слишком длинное, не будем заострять здесь внимание, Нувен очень поможет в устранении проблемы. Она начинает работать над Филбертом, чтобы сделать его более толерантным. И на самом деле, судя по тому, что говорят об этом в нашем мульте, Дайен удалось сделать шоу не только более социально приемлемым, но лучше и глубже. Она добавила главному герою реальные черты, создала живой образ. Однако, с кого же он был списан, этот печальный, весь покрытый моральными шрамами и травмами детектив? Очевидно, с нашего веселого друга Коня Боджека. Большинство диалогов и сцен для Филберта были написаны флипом, однако те, что извлеклись из головы Дайен, описывают одного конкретного нам всем знакомого коня. Самым очевидным примером подобного является фрагмент из воспоминаний Филберта о подлодке. Они с напарником пробрались на корабль, на котором преступники перевозили контрабанду, полицейские перебили кучу народа, как вдруг детектив замечает девочку. Ей было не больше лет 17. Он целует беднягу, желая спасти, но подлодка вот-вот взорвется, а напарник сообщает, что пора отсюда уходить. Филберт, поцеловав девушку, дав ей надежду, оставляет ее умирать. Думаю, ни мы, ни Боджек не выявили бы связь этих сцен с реальной нам всем знакомой историей с Пенни, однажды произошедшей в Нью-Мексико, если бы и Боджек, и Филберт не произносили одни и те же слова оправдания перед самим собой. Я хороший, я не знал, что она, ты должна понять, я хороший. Она тебе доверилась. Как все исправить, если ты так все испортил, что назад пути нет? Как ты до этого додумалась? Конь после того случая с Пенни и Шарлоттой решил раскаяться перед одной журналисткой. Вот только его самобичевания были записаны на диктофон, который остался у великолепного публициста, завоевательницы Оскаров у Анны Спанакопиты. Неважно, зачем и при каких обстоятельствах, но в один прекрасный вечер Анна дает послушать эту запись Дайен. Девушка понимает, о чем говорит опечаленный Боджек, произнося слова «Если бы ее мать не зашла, сделал бы я это». Нувен разозлилась на своего друга Коня за то, что он не решился рассказать ей об этой ситуации. Он всегда был готов поведать что угодно о себе, о своих выходках, но именно история того вечера была закрыта для распространения даже для Дайен. И это показательно. В те несколько часов произошло очень много ужасного. Тогда Боджек был погружен в свой маня-мирок, где он вечно молодой подросток без проблем и работы, живущий в веселой любящей его семье. Только позже оказывается, что семья вовсе не его. Подросток он только на уровне своей беспечности, а работу выполнили за него при помощи компьютерной графики, пока актеришка отдыхал на яхте. С этими мыслями заканчивается съемочный день сериала «Филберт». Но перед началом нового поступила не очень хорошая весть. Мама Коня Боджека Беатрис мертва. И сынок явился на похороны, задвигая огромную пламенную речь о своей матери. В ней он рассказывает, как Беатрис принижала все его заслуги, уничтожала начинание и какую-либо надежду на что-то. Мы и так все это знаем, но какая же главная мысль выступления Боджека? Великолепная мысль. Семейка Коней была несчастна. Некоторые из них даже считали это своим вечным проклятием. Именно это вселенское несчастье их объединяло. Как сказал последний оставшийся в живых из рода Коней, они понимали, что тонут каждый день непрерывно и даже когда казалось, что спасение совсем близко, когда словно удавалось справиться с течением, после вновь наступал мрак, а легкие сильнее забивались водой. Самое ужасное ни мама, ни папа Боджека, ни он сам не могли помочь друг другу. Они просто смотрели на то, как тонут их близкие, наблюдали, как уходят на дно сами и в первую очередь понимали друг друга искренне, с долей жалости. Поэтому Конь, когда Беатрис, находясь в старом разваленном помещении, начала узнавать своего сына, не стал говорить ей правду о ее нынешней жизни, а придумал сказку про летний пляж, радостную семью и главное, он спросил о вкусе мороженого, которым Беатрис якобы угощалась в тот момент, о вкусе мороженого, которого на самом деле она, возможно, даже не знала никогда. Я тоже хочу фруктовый лед. Нет, Беатрис, ты же знаешь мороженое для мальчишек, а ты можешь посыпать лимончик сахаром, это лакомство для девочек. После словия будет таково. Сериал, который мы сегодня разбираем, если вы вдруг забыли, комедия, а поэтому всю свою пламенную речь Конь Боджек говорил не в похоронном зале, где располагался гроб его матери, а совсем в другом, то есть перепутал помещение. Такой вот юмор, а мы, разрядив обстановку, личного наркоши. Ибо сейчас будет действительно веселая в кавычках история о зависимости Боджека. Последние лет 30 у него были проблемы с наркотиками и алкоголем. Для нас эта информация не новая, однако недавно он подсел на странные таблетки, которые принимает каждый день в неумолимых дозах. Их якобы прописал врач после получения конем сильной травмы на съемках. Но сейчас это не важно, ведь проведать старого бедолагу прилетела, что Кроза, любимая, получается, сестра нашего героя. Придя в знакомый ей особняк, она сразу вспоминает о тех таблетках, которые ежедневно скармливались ей уже мертвой Беатрис. Потому что Кроза паникует, случайно увидев у Боджека странную баночку и высыпает все ее содержимое в раковину. Теперь, внимание, весь эпизод, а для персонажей это весь день, наши герои будут искать таблетки для больного коня. Вместо того, чтобы провести время с сестрой, которая прилетела в Лос-Анджелес специально ради Боджека, наркоша таскает бедную девочку с собой, ища себе дозу. Самое страшное, что у него получается это даже как-то оправдывать, если не болью в спине, а то хотя бы болью моральной. Мол, бедолага Боджек так страдает из-за своих глупых поступков и от своей никчемности, что принимает сильное, в кавычках, успокаивающее, которое в итоге может привести как раз к еще более великой никчемности и к увеличению количества ужасных действий. Однако такое случается кстати сразу, только стоило нашим родственничкам попрощаться. Тело Боджека из-за отсутствия дозы ломает. А значит самое время получить сильную травму, чтобы эту самую дозу было найти проще. Подумало больное сознание зависимого коня и отдало команду выехать на красный светофор в потоке машин. Великие травмы, переломы. Отныне Боджек окончательно подсаживается на таблетки, которые отчасти ему действительно нужны из-за сильных травм, однако не в том количестве. А серьезного воздействия на сознание из-за этого долго ждать не понадобилось. Конь начинает путать реальный мир и съемки Филберта, находясь все время под кайфом. У него развиваются параноидальные нападки, а в итоге он чуть не убивает Джину, о чем на следующий день даже не помнит. Да, вы все правильно поняли, Боджек, полностью войдя в роль, растворившись в сознании психопата-детектива Филберта, начал по-настоящему душить Джину, свою прекрасную девушку. Отныне, очевидно, их отношением конец, а Боджек получил еще одну причину жалеть себя и одновременно с этим ненавидеть. Данную историю нужно было как-то замять даже после закрытия сериала, поэтому великолепные актеры соврали, мол, те кадры, на которых четко видно, как конь душит Джину, были лишь реалистичной игрой. Ситуация сложилась очень страшная, но даже ее удалось смягчить, и покушение на убийство со стороны Боджека никак не повлияло на его репутацию. А после случившегося наш наркоша все-таки понимает, что послужило основной причиной многих его бед и выходок. Почти 80% времени бодрствования Боджек предстает перед нами пьяный или под психотропными веществами, и сейчас он старается прийти к решению данной проблемы, а вернее обращается к Дайен, вечно выступающий для коня голосом разума, с просьбой о помощи. Она отвозит наркомана и алкоголика в рехаб, что символизирует начало действительно чего-то нового. Боджек наконец сможет измениться, исправиться, заняться самолечением. Тот факт, что даже такая мертвая изнутри личность способна на реинкарнацию является очень вдохновляющим. А за то время, проведенное с великим конем из старого сериала 80-х, он стал действительно кем-то близким для нас. Потому его приезд в реабилитационный центр и диалог с Дайен показался мне очень трогательным, пропитанным надеждой, радостью. Именно сопровождаясь такими эмоциями, проникает в повествование следующая глава истории коня Боджека. И здесь, в отдельном мире под названием Рехаб коню вполне неплохо живется. Довольно просто не выпивать там, куда ты пришел специально для этого и заряжен мотивацией на исправление. Но, конечно, это с точки зрения зависимости эмоциональной, а физическая никуда не пропала. Потому сначала Боджеку, коню, который не был полностью трезвым ни разу за последние лет 30, приходится очень тяжко. Однако он находит мотивацию и преодолевает себя, заметив, что в этом Рехаб когда-то находилась его старая подруга Сара Лин. Боджеку приятно осознавать, что он говорит с тем же психиатром, что его покойная знакомая, гуляет по тому же склону, покупает вкусности в том же автомате. Конь еще больше начинает верить в свое выздоровление. И у него получается. Боджек вырабатывает в себе неприязнь к алкоголю, к своей старой жизни, ведет приятные беседы с другими пациентами Рехаба, в общем погружается в этот маленький социум, принимает его устои, такие как круглые столы, рисование, другие совместные мероприятия. Чуть ранее он бы скептически посмеялся, если бы ему предложили поучаствовать в чем-то подобном, поехал бы в бар и проведал бы своего наркодилера, однако сейчас мы видим другого Боджека, действительно изменившегося и с хорошими перспективами на излечение. На протяжении всей своей жизни наш герой был уверен, что проклят и никогда не сможет быть счастливым, но здесь он наконец понял, возводить свою печаль в культ было опрометчивым решением. И захочет ли конь выходить из своего маня-мерка, где он впервые чувствует себя хорошо, даже трезвым? Нет, конечно, Боджек боится жизни за пределами рехаба, боится возвращаться в свой дом, с которым его связывают вечные пьянки и его ужасные поступки, а потому наш конь не сильно торопится выписываться из реабилитационного центра, даже когда его психиатр напрямую говорит о том, что Боджек здесь засиделся. Мы, зрители, согласны с доктором и искренне верим в нашего коня, однако, ежели сам герой не верит в себя, лучше бы ему оставаться в безопасной зоне, пока весь страх не пропадет. Так подумали и авторы, потому Боджек находит причину не уходить из рехаба. На самом деле, доктор был не в полной мере искренним, когда говорил о выписке нашего коня, когда уверял его в том, что он особенный и уже излечился. Клинике просто нужно было выселить Боджека, чтобы поселить более известного и молодого пациента Джоуи Пога, который для рехаба являлся очень важным клиентом. Однако, конь помешал парнишке заселиться, забрал палату люкс себе, а Джоуи прошел быстрый курс лечения под названием «Ты не свою жизнь. Бог дал, Бог взял. Нет ничего вечного. Не употребляй. Ты должен бросить». «Сильно сказано. Прям чувствую, как меня наполняет сила». Вдруг Боджек, разбирая свои вещи, вспоминает о бутылке водки, которую хранил у себя как талисман. Кстати, авторы очень интересно визуально представили суть алкоголя. Водка для нашего героя это космос, символизирующий отдельный мир, где все просто и не нужно ни о чем думать. Алкоголь является мостом между миром нашим, реальным, угрюмым, печальным, миром, где нужно брать на себя ответственность за свои поступки и тем, где можно найти только веселье, угар и удовольствие. Так вот, Боджека буквально выгоняют из рехаба, но он придумывает способ, как здесь остаться. Конь пытается выпить свою запрятанную водку, показать, мол, ему все еще нужно лечение, однако лишь доказывает сам себе это не так, ибо попробовать даже глоток алкоголя он не сумел и выбросил проклятое пойло. Выбросил бутылку водки, замаскированную под воду, точно к таким же бутылкам. В итоге величайший и не пьющий доктор случайно выпивает целый литр водки прямо в реабилитационном центре и моментально пьянеет. После они проводят целую ночь с Боджеком в баре, где искренне болтают и анализируют психологические проблемы нашего героя. Доктор высказывает очень интересную мысль. Наш конь ненавидит других лошадей, так как в первую очередь ненавидит себя и своих родителей. Поэтому его всегда окружают толпы людей, кошек и собак, но с себе подобными он никогда не сближался. Исключением стало лишь, что Кроза сестра Боджека, однако признание которой он в глубине души старается добиться, при этом боясь сблизиться с ней слишком сильно и пострадать из-за этого. В общем, после великолепной посиделки в баре, наши психоаналитики отправляются обратно в клинику. Доктор уже в качестве пациента, а Боджек, чтоб забрать свои вещи. Излечение прошло успешно. Теперь наш герой всегда трезвый, потому будет осознавать каждое свое паршивое действие, совершенное в прошлом, планируемое в будущем, происходившее сейчас. А призраки старых лет все идут за ним по пятам, сможет ли убежать от них конь, который телосложением далеко не скакун. Первый привет из прошлого передает нашему Боджеку старая знакомая Шарона, его бывший стилист. Однажды Стара Лин, будущей еще девочкой, когда снималась в ржом с конем, случайно выпила водку из бутылки Боджека и получила алкогольное отравление. Конечно, родители девочки были не в восторге, потому надо было кого-то выставить козлом отпущения, уволить его и замять дело. Совместным решением нового режиссера шоу и главного актера было предпринято назначить виноватой Шарону, откровенно не занимающую какую-то шибко важную роль в шоу. Однако в этой ситуации ее осудили несправедливо, и произошло это по вине нашего любимого коня. Очень удачно судьба наградила бывших коллег встречей спустя долгие годы в клубе анонимных алкоголиков. Боджек, конечно, растерялся, увидев старую знакомую. Даже несмотря на то, что тот курьезный случай произошел пару десятков лет назад, он все еще чувствует вину перед Шароной, а она тем временем действует верно и понимающе. Не держит обиду. Предлагает коню, так сказать, стряхнуть стариной, то есть подстричь нашего старичка. Оказывается, Боджек действительно не молодой, и цвет волос у него соответствующий, а прекрасные черные волосы были лишь следствием их регулярной покраски. Шарона поступила по совести. От этой сцены, символизирующей то, что она Боджека простила, источается тепло. То же тепло выделяет великолепное путешествие нашего героя по разным новым местам. Он не может находиться в своем родном доме, в котором все напоминает коню о временах глупых и безнадежных, потому решает слетать сначала в Чикаго, навестить депрессующую Дайен, после поехать к Штокрозе, где невзначайно ходит в себе занятие по душе. Преподавание актерского мастерства в университете, в котором как раз учится его ненаглядная сестренка. Получив ответ она ими на работу, уже будучи дома в Калифорнии, Боджек вылетает в место назначения, однако его рейс прерывается в Далласе, где тот встречает мистера под хвостом. И здесь мы как раз видим колоссальный прогресс нашего героя в эмоциональном плане. Старый Боджек сейчас бы проклинал все подряд из-за непредвиденной пересадки, а увидев своего ненавистного дружка, пришел бы в ярость, раздражался бы по любому поводу, однако этого не происходит. А встреча старых друзей действительно проходит как настоящая встреча старых друзей. Очень мило и весело. Мистер под хвост даже разрыдался, когда наш конь наконец принял его шутку про кроссовер и сыграл с ним в импровизированном эпизоде воображаемого сериала. Крайней точкой эмоциональной реинкарнации Боджека является его поход в церковь, где он впервые принимает свое происхождение. Ведь здесь кругом одни лошади. Казалось бы, наш величайший меланхолик действительно изменился. Регулярно приходит на встречи анонимных алкоголиков, преподает актерское мастерство обычным студентам, несмотря на свою звездность и успешность, ведет размеренную трезвую жизнь. Он сумел отпустить прошлое, но смогло ли прошлое отпустить его? Не сказал бы, что это так. Сара Лин умерла немного загадочно. То, что она беспричинно ушла в месячный запой, перед этим почти год ничего не употребляя, не кажется правдоподобным. Так и подумала ее мать, связалась с журналистами, чтобы они помогли ей разобраться. Предоставила им, а именно великой Пейдж Синклер и ее напарнику Максу голосовое сообщение Сара Лин, записанное примерно за месяц до смерти певицы. В нем она извиняется перед матерью за разного рода события, но главное указывает на то, что не одна проводит время в пьяном угаре, а значит, возможно, кто-то еще был с ней в те роковые моменты. Да, мы знаем, этот кто-то, наш великий и ужасный Боджек, однако журналистам данная информация пока неизвестна. Лишь пока. Синклер со своим коллегой наведываются в клуб анонимных алкоголиков, куда приходила Сара Лин во время пьянки с Боджеком. Здесь они узнают о Пенни Карсон, дочери Шарлотты, старой подруге нашего коня, к которой он приезжал перед тем, как позвонить Саре Лин. Последовательно журналисты направляются к Пенни, чтобы добыть у нее информацию о случившемся. Та, как и ее мать, не осмелилась ничего рассказать журналистам, опасаясь лишних слухов. Шарлотте не нужна была огласка ситуации, ибо она понимала, что несет часть вины здесь на себе. Боджек жил у нее дома лишь с ее разрешения. Кстати, пока Пейдж Синклер ведет свое расследование, что Кроза, миленькая сестра нашего коня, отдыхает в Нью-Йорке, где случайно встречает Пита, того самого мальчика, одноклассника Пенни. Он был с Боджеком на выпускном, и, конечно, надолго запомнил то, как взрослый конь напоил их, а после сбежал от ответственности. Питер невзначай вспоминает эту историю в разговоре со Штук Розой, упоминая знакомое ей имя старого актера кино и телевидения. Сестренка наконец узнает, каков он был, Боджек, в свои худшие дни. Из-за этого она начинает отдаляться от своего брата, понимает, что совсем не знает его. Тем временем наш конь, наоборот, желает сблизиться со Штук Розой. Он ее любит и дорожит общением с ней, потому не только начинает работать в университете, где она учится, но и всячески поддерживают лошадку в начинаниях. Их напряженное взаимодействие частично разрешается, когда Штук Роза объясняет свое отдаление от Боджека, а брат тем временем обещает больше не давить на нее и не навязываться в подружки. В принципе, жизнь нашего героя налаживается, даже с сестрой складываются более-менее доверительные отношения, несмотря на ее опасения по поводу той ситуации, о которой рассказал Питер. Но не будем забывать о журналистах. Синклэр и Макс заставили потревожиться Шарлотту, которая после встречи с ними решила позвонить Боджеку в самый неподходящий момент. Сцена, когда наш герой достает телефон, а на экране высвечивается заветное имя его старой подруги, заслуживает высших похвал. Никому еще не удавалось превратить обычный телефонный звонок в настоящий триллер. Алло? Ты должен их остановить. Кого? Журналистов. Шарлотта, клянусь тебе, я не знаю, что происходит. Тогда советую разобраться. А все потому, что только завершилось представление, которое конь готовил со своими студентами несколько месяцев и завершилось достаточно удачно, как вдруг зрители вместе с персонажем сталкиваются с реальностью. У Боджека куча незакрытых проблем, призраков прошлого, преследующих его. И как раз при встрече с одним из них у коня началась паническая атака, по завершению которой вокруг него уже собрались все лучшие друзья. Тодд, принцесса Кэролин и Дайен, чтобы разобраться в случившемся. Вместе дружно они начинают копаться в грязном прошлом Боджека, вспоминать каждый его проступок, каждое вранье и преступление, чтобы понять, за что хотят зацепиться журналюги, о которых говорила Шарлотта, пока не раздается один звонок. На этом моменте хочется просто замолчать, замолчать и никогда не говорить вовсе. Настолько сцена пропитана отчаянием, тихим ужасом. История с Сарой Лин очень трагична. Боджеку тяжело вспоминать ее, а тот факт, что о причастности коня к смерти певицы узнает общественность, нашего героя просто ужасает. Он дал девушке героин, от передоза которым Сара и умерла. Об этом уже знают журналисты, благодаря мистеру Подхвосту, разболтавшему им об этом, а скоро узнают и все остальные. Теперь нужно либо раскаяться и признаться во всем, поведать людям настоящую правду или же до последнего оправдываться, нагло врать, пытаясь сохранить статус работы в университете. Два исхода. Выбор номер один сделал бы новый исправившийся Боджек, ну а продолжал бы лгать, думаю, только тот старый пьяница и наркоман, от которого мы уже казалось бы избавились. И вот, репортер Пейдж Синклер звонит Боджеку, уведомляя о разгромной статье, в которой затронут его отношение к смерти Сары Лин. То, как наш актер сейчас ответит на ее вопросы, будет определять его дальнейший путь. Солжет ли Боджек? Итак, это вы дали Саре Лин наркотики, которые обнаружили при ней? Нет, 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 нет. Но да, солгав сейчас, впоследствии наш герой все равно захочет рассказать правду, но лишь ту правду, что сможет перерасти в оправдание его жалкой рожицы. Желал бы он действительно сознаться в содеянном, сожалеяя о смерти Сары Лин не стал бы давать интервью проплаченному журналисту, продумывая каждое слово, которое он скажет, отвечая на заранее прописанные вопросы. В общем-то, Боджек дает сладкую речь, которая заставит его жалеть и простить ему все проступки. К счастью, или скорее, к сожалению, это срабатывает. Ведь всем, включая зрителей, кажется, что конь раскаялся по-настоящему, не оставил подводных камней в своем ответе, выложил чистую правду. Так вот, оказывается, не совсем. Вернее, совсем нет. Открывает глаза нам и продажному интервьюеру Пейдж Синклор, которая никак не может отпустить этот сюжет с Сарой Лин. Под ее влиянием следующее интервью с Боджеком проходит не так гладко, как предыдущее. На этот раз мышка проводит действительно стоящие логические цепочки. Она выкладывает все грязное белье старого актера. От нахождения на выпускном со школьниками до отношений с наивной совой, вышедшей из 30-летней комы. Все это она обозначает как неосознанная власть Боджека над женщинами, при помощи которой он постоянно манипулирует ими. В итоге подводит она, конечно, к Саре Лин, которая впервые напилась еще когда ей было лет 10, именно из-за нашего неумолимого коня. После у нее развилась алкогольная и наркотическая зависимость, а когда девушка пришла к Боджеку за помощью, он с ней переспал. Перед ее смертью именно он пригласил Сару напиться и накидаться наркотиками, дал ей героин. Все эти факторы по версии мышки интервьюера показывают то, как наш герой приручал свою покойную подругу еще с детства, управлял ей и использовал по своей прихоти. Но кое-что я упомянуть забыл. Саре Лин не умерла в планетарии, она лишь отключилась в тот момент. Тем временем Боджек не стал вызывать скорую, чтобы на него не упали подозрения. Он подождал 17 минут перед тем, как позвать на помощь. Сыграл сценку, в которой ни в чем не виноват, а Сара Лин все еще была жива. Погибла она уже в больнице. Насколько были важны эти 17 минут, которые она просто лежала в планетарии, пока Боджек пытался замести следы своего нахождения вместе с ней. Да, возможно, это время не сыграло никакой роли. Девушку в любом случае было не спасти, но что, если это не так? Можно ли сказать, что наш герой убил Сару Лин, подругу, которую искренне любил, которая была ему как дочь? Не важно. Боджек потерял свою прежнюю жизнь и весь свой статус из-за одного интервью. Вернее, потеряет чуть позже, когда его опубликуют, а пока у коня есть шанс насладиться последними часами звездной жизни. Он приходит в стендап-клуб, в котором когда-то выступал вместе с покойным Хербом Казасом. Боджек решает тряхнуть стариной, зажечь сцену в последний раз. Самое стрёмное это проблема выбора безалкогольного напитка к блюду в крутом ресторане. Я такой весь из себя беру пасту, карбонару в гинзи и чем мне это запить? Лимонадом Буратино! Разгромное интервью вышло. Звезду Голливу все ненавидят и поливают грязью. Среди анонимных алкоголиков, в общественных местах, впрочем, везде. К тому же конь в своей недавней речи вскользь упомянул Ксерокс. Иронично выходит, что компания Ксерокс с этим мириться не стала и подала иск на 100 миллионов долларов в сторону нашего обожаемого. Да, это звучит смешно, нереалистично, но суть не в этом, а лишь в том, что теперь Боджеку негде жить, ибо дом пришлось продать, чтобы выплатить компенсацию Ксероксу. То есть, он официально бомж. Как и буквально, так и бомж в лице общественности. Никто больше с ним не захочет сотрудничать или работать. А когда нашего героя выгоняют из собственного особняка, отдавая его почту, в горсть эмуклатуры он замечает письмо от шток Розы. Там явно написано что-то не особо воодушевляющее. Хорошие новости можно было бы поведать и по телефону, потому нашему герою страшно читать записи, он откладывает их до более подходящего времени. Жить коню, кстати, приходится у мистера под хвоста, а сниматься максимум, исполняя роль массовки в его сериале. От Боджека отворачиваются все, включая большую часть его лучших друзей. А также к нему приходит Венс Вагонер, человек в шоу-бизнесе, имеющий репутацию ничем не лучше нынешнего коня, и предлагает работу в новом, дерзком, сумасшедшем сериале о похотливом единороге. Эта роль вернула бы Боджека в индустрию хотя бы частично, к тому же помогла бы отвлечься. Поэтому наши новые друзья немедленно приступили к работе над шоу, но перед этим нужно было развлечься. Они случайно попадают на какую-то не очень статусную вечеринку, где все, конечно, кроме нашего обожаемого, выпивают. Тут конь выходит на свежий воздух, чтобы позвонить что к Розе, ведь то ее письмо крепко засело в его голове. Наслушавшись речь автоответчика сестренки, он все-таки решается прочесть письмо. Нам, зрителям, так и не дали взглянуть на содержание текста, однако, скорее всего, там было написано о прекращении общения с Боджеком. Что Кроза и раньше догадывалась, что наш старичок не прост, да и не лучший конь в галактике, но то интервью окончательно заставило что Крозу разочароваться в своем брате. На самом деле, наш герой очень любит свою сестру, дорожит ею по-настоящему, а значит, данное письмо стало для него окончательным ударом в самое сердце. Кстати, насчет таких ударов. Помните Анжелу Диас, ту самую женщину, которая рассорила старых друзей, Боджека и Херба Казаса? Так вот, к коню пришло от нее приглашение посетить ее великолепный особняк. В такой чести он отказывать даме не стал. Дело в том, что она все еще как-то относится к ржом с конем, выходившему в 90-х, а Боджек в шоу занимает главенствующую роль. Учитывая его нынешнюю репутацию, будет трудно продвигать ремейк сериала, если конь будет получать с его заработка процент. Потому Анжела предлагает актеру единоразовую выплату, за которую Боджек должен будет отказаться от своей доли ржом с конем. Довольно выгодная сделка, ибо коню сейчас как раз очень нужны эти деньги, потому он соглашается. Наши старые коллеги решают отметить успех встречи парой алкогольных напитков, даже несмотря на то, что великолепный манипулятор женщинами вроде бы в завязке и недавно вышел из реабилитационного центра. Видимо, это все не важно. Боджек напивается. В пьяном угаре он приезжает к своему, точнее, уже не к своему особняку, все еще не понимая, почему ворота перед ним не открываются, а двери заперты, вламывается в дом, заряжается таблетками и алкоголем, попадая в мощнейший трип. Знаете, авторы сериала, который мы сейчас уже немало времени обсуждаем, гении, настоящие деятели искусства. И это знание им можно присвоить, просто посмотрев один эпизод, в котором переплетаются все остальные. Вся жизнь Боджека, его погибших друзей проносится перед нашими глазами лишь в этих двадцати минутах. И это прекрасно. Все начинается с ужина в кругу близких. Каждый из присутствующих во сне рассказывает о своих самых ярких воспоминаниях из жизни, а сводится все к размышлениям о смерти, самопожертвовании во благо чего-либо. Есть ли смысл в жертве человека как таковой? Если благотворительность приносит тебе удовольствие, является ли это жертвой, или же ты делаешь это для себя, а значит ты эгоист. Но как бы не были эти риторические вопросы заданы, это не важно. Нас, как и Боджека, лишь пытаются отвлечь непринужденной беседой от главного. На коня с потолка периодически капает черная смола, а в прошлом его самого Шарлотта называла смоляной ямой. Что же происходит в этом сне на самом деле? Боджек говорил, что он ему снится уже не раз, и постоянно сновидение обрывается на том, как все проходят в зал, к сцене, оставляя коня за столом. Однако в этот раз сон не заканчивается. Нашему герою все-таки предоставляется возможность посмотреть представление. Каждый по очереди выступает на сцене и после уходит в забвение. Прощание с жизнью. Вот что происходит здесь. Сара Лин уходит под музыку, бодрящую и веселую, но в то же время трагичную. Так она и умерла. После веселой пьянки длиною в жизнь не успела многое сделать, но не сожалела об этом, ибо тоже не успела. Секретариат, когда герои разговаривали насчет смерти, твердил, что ушел на своих условиях, что сделал выбор и не жалеет об этом. Хоть я и не говорил об этом в своем повествовании, но он совершил самоубийство после того, как его отстранили от скачек навсегда. Отобрали у чемпиона единственное важное в его жизни. Однако даже так, на самом деле секретариат не хотел умирать и понять он это смог, лишь уже находясь в состоянии свободного падения с моста, не способный ничего изменить. Его стихотворение, с которым он выступил на нашей сцене смерти, было очень сильным. Оно пропитано сожалениями так сильно, что даже вспоминая о нем меня бросает в дрожь. Любую цену заплачу, чтоб я на мост вернуться мог. Но вот конец, мой час настал. Безмолвно угасаю. Ну, почему я вид не разглядел перед прыжком? Не понимаю! Как жаль, я вид не разглядел перед прыжком. Теперь я знаю! С миром, здоровяк. С миром. Как жаль, я вид не разглядел. Теперь перед прыжком я... Красивейшим образом ушла от нас Беатрис вместе с братом Крэкерджеком под прекрасную музыку, любимую песню матери их обоих. Однако, как бы не был замечателен, танец этой лошади прерывает его черная смола, окутавшая героев и символизирующая смерть. Любая жизнь когда-нибудь оборвется, и этот конец нельзя назвать красивым, но ужасным его тоже не назовешь. Смерть просто есть. Она может наступить внезапно или же длительное время поглощать существо, однако в любом случае когда-нибудь она просто объявится перед тобой, не давая тебе шанса на возмущение или пламенные речи. Даже выступить на сцене на той, что мы видим во сне Буджека, смерть тебе не позволит. И это прекрасная трактовка гибели. Я уверен, написавший это долго вынашивал подобную мысль у себя в голове перед тем, как внедрить ее в комедию о старом актере из Голливуда. Так вот, настала очередь Буджека. Херп прощается с другом, но наш герой противится своей судьбе. Он не желает умирать. Вся эта сценка должна была заставить коня принять все происходящее и просто отпустить свою жизнь, свое прошлое. Однако нет. Буджек идет наперекор собственному сознанию, звонит Дайен, просит ее о помощи. Но, друг, твоя подруга в Чикаго, она точно не сможет тебя спасти? Ты ведь пьяный лежишь на дне бассейна. Ты не увидишь ни друзей, ни мать или отца, которого ты, кстати, почему-то представляешь как секретариата. Отныне единственное, на что будет вечно падать твой взор темнота. Это конец. Конец, после которого не хочется плакать, смеяться, да вообще испытывать какие-то эмоции. Зритель лишь слышит бесконечный звон в ушах, смотря в пустоту. Чудесный был день. Однако, придется нам с вами поговорить еще немного. Ибо из смолиной ямы кое-кому удалось выбраться. Боджек не умер. Каким-то чудом его нашли и вытащили из бассейна новые владельцы его особняка. Конь попал в тюрьму за взлом и проникновение на частную территорию, порчу чужого имущества плюс дальше по списку. Но даже в тюрьме он находит себе понятие по душе, а именно ставит спектакли вместе с другими заключенными. Вдруг репетиция прервается. Боджек должен ехать на свадьбу к принцессе Кэролин. Перед нами заключительный эпизод сумасшедшей истории о бесконечно несчастном человеке. Да, думаю, я могу назвать его именно человеком, ибо выдуманный персонаж с внешностью коня имеет не меньше человеческих черт, чем все мы. Так вот, Боджек близится к финалу, а значит, нужно провести с каждым из лучших друзей время, чтобы в первую очередь мы, зрители, смогли со всеми попрощаться. Первым делом нас встречает мистер Подхвост, вечно жизнерадостный дружок, который забирает из тюрьмы коня и отвозит его на свадьбу. Наш бедолага уже давно принял Подхвоста, а неофициально стали друзьями. Поедем на свадьбу, поздороваемся, захочешь свалить, мы свалим. Да? Да, останешься, я все время буду с тобой, буду за тобой приглядывать. Я с тобой приятель, несмотря ни на что. После, на очереди у нас Тодд Чавес, великий дурак или своего рода гений. Боджек с ним выходит из душного помещения на улицу посмотреть на фейерверк. Дружок вновь высказывает умные мысли, хоть и представляется нам Тодд, как глуповатый парень, он всегда являлся голосом разума, как для самого коня, так и для зрителей. Люблю этого парнишку. Но разве смысл искусства не в том, чтобы меньше в него заложить, а извлечь наоборот побольше? Он в этом? Возможно. А может искусству смысл и не нужен? Искусство надо принимать как факт? Но самыми теплыми финальными сценами из всех являются заключительные диалоги именно с женской стороной сериала. Принцесса Кэролин, кошка, которая была влюблена в нашего героя целых 25 лет, сыграла свадьбу, наконец нашла свое счастье. Боджек в глубине души все еще желает, чтобы что-то пошло не так и стало как раньше, чтобы Кэролин перенервничала из-за свадьбы, сбежала в то место, о котором знает лишь наш конь, а он нашел бы ее и принялся успокаивать. Сцена в духе теплых и ламповых ситкомов, но здесь ей не суждено случиться. Принцесса счастлива, а Боджек не способен уже ничего испортить или изменить. Он навсегда останется в ее жизни, но их время прошло. Ну и, конечно, Дайен почтила нас своим присутствием. Она, как обычно, сидела на крыше, погруженная в собственные мысли. Наш конь решил с ней поговорить. Тогда девушка рассказала о том, что переживала за Боджека, ведь перед тем, как пойти в бассейн, он звонил Дайен и записал голосовое сообщение, в котором поведал о своем намерении искупаться в бассейне. Подруга коня, прослушав это, подумала, он погиб. И если бы это было так, она бы винила только себя в случившемся. Ведь Дайен оставила Боджека в Лос-Анджелесе, переехав в Чикаго наедине со своими демонами, от которых он на тот момент, как казалось, избавился и чувствовала за него ответственность. Но старые друзья, думаю, в итоге смогли отпустить друг друга. Дайен поженилась, как и принцесса Кэролин, смогла принять свое счастье. Отныне даже Боджек на это повлиять не сумеет. У нее совсем другая жизнь, ее окружают новые люди на новом месте. И здесь конь произнес интереснейшую фразу. А что если мы видимся сейчас в последний раз? Хм, интересна она тем, что зрители, то есть мы, действительно видимся с ними в последний раз. Ведь это финал. Теплый, ламповый, какой и должен быть у комедии. Знаете, я бы мог сейчас написать сто тысяч послесловий, подвести итоги сегодняшнего мероприятия, сказать, что Боджек величайшее творение в мультипликации в принципе, проанализировать еще сотню раз характер главного героя, но нет, ведь жизнь дерьмо, а в конце подыхаешь. Кстати, хорошая ночка, да? Да. Хорошая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok